У меня такой вопрос. Такая жизненная ситуация, я обгодела, и мне сейчас надо пробовать дню. Почему надо пробовать дню? Ну, мне тяжело в хозяйстве, в самой физически. То есть много хозяйства там, может быть, хозяйство уменьшить? Нет, такого хозяйства нет, печка, дрова, уголь, снег, зимой снег. Ну, а у вас есть где жить? В другом месте где-то? Нет, ну я, сын живет в Севастополе, и я вот как бы, я хочу, а как на самом деле надо, я хочу туда, как бы к сыну. Да, там будет очень тяжело. А как вы посоветуете тогда мне? Вам не подходит, это климат жаркий, вы там будете мучиться со здоровьем. И кто мне делает в этой ситуации, как вы будете? Дальше жить. В доме? В доме. Продавать не стоит. Ну, все разваливается, я вот печку топлю, ну, понимаете, колосники, трубы чистить, дымоходы чистить. Это просто... Ну... Продавать не надо, как-то, да? Ну, сын планирует, а вот... У меня один сын из детства есть. А где вы жить будете? Ну, если, вот, даст позадим, то там квартиру... Купите на эти деньги квартиру? Ну, я не знаю, я так планирую. А что значит не знаю? То есть денег в эту квартиру там купить на эти деньги? Ну, если продам многополучно, но это ресурсного покупателя, то... Не, ну как ресурс, но за так же никто не покупает. Ну... Все стоит определенных денег, что значит ресурсного покупателя? За так же деньги никто не будет отдавать? Не, ну понятно, понятно, я... Вам ничего не понятно, вы в шоке находитесь. Спасибо. Вы сейчас... Благодарю. Вы сейчас вне себя. Вам надо ждать 8 месяцев, когда у вас пройдет это состояние, и потом, когда вы отрезвеете, вы должны реально начать думать. Не из позиции бежать, а из позиции спокойного, трезвого взгляда на жизнь. Сейчас все любые перемены делать неблагоприятным. Переезды, продажи, покупки. Все, восстановите эту деятельность. Просто придите в себя. Я хотел вот сделать женщину вот здесь, на четвертом ряду поговорить, а не с вами. Я видел, что вы не готовы, но парень не заметил, что я спросил не вас. И поэтому он дал вам трубочку. Ну, спасибо, извините. Я вас ничем не обвиняю. Я просто хочу вам сказать, что если вам что-то говорят, то вы должны это услышать. Потому что спорить я с вами не собираюсь. Я принимаю ваши взгляды на жизнь. Вы, допустим, говорите, у меня все нормально, я соглашусь с этим. Извините, пожалуйста. Я вам уже сказал, что вам надо делать. Вам надо восстанавливать психику, потому что она у вас не способна сейчас принимать решение. И вы должны еще очень глубоко убедиться в том, что ваш сын действительно хочет, чтобы вы переехали. Потому что мое ощущение другое. Он очень деликатный у вас человек, разумный. И он как бы вам говорит, приезжай. Но сам реально как бы пока не знает точно, какие он личные средства может вложить в ваш переезд. То есть он еще не готов к этому. То есть надо сначала съездить к нему туда и посмотреть на все, попытаться понять его настроение. Готов ли он о вас заботиться и так далее. Так это решается только, когда вы успокоитесь. Вы сейчас ничего не поймете. А что можно вопрос? Я занимаюсь вокальным финием, пою романсы. Вот это моя деятельность, она в будущем не отразится никак, не отразится на моих внуках. И будут ли у меня в моих внуках? Так это же хорошо, что вы поете. Вы людям счастье приносите. Спасибо. Ну-ка, спойте что-нибудь. А вот, кстати, из вашей лекции, вы мне прямо-то открыли. Я вас любил, вот еще... Будь со мною неласковым, будь со мною нежным, будь со мною бережным, будь со мною прежним. Говори счастливые глупые слова, так, чтоб карателью кружилась голова. И тогда, любимый, ты увидишь чудо. Я всегда веселой и счастливой буду. Спасибо, всех праздников, люблю, всем счастья. Ну вот, а вы хотите, как, все классно, надо этим заниматься, петь дальше. Конечно, конечно. Успокоиться вам надо, прийти в себя.